Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Встреча прошла совместно с коллегами из администрации в местной общественной приемной партии. С какими вопросами обратились жители, расскажем в сюжете. В начале встречи глава округа вручил грамоту Наталье Абориной, генеральному директору благотворительного фонда «Сердце детям», за помощь и активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Вы делаете, но и в дальнейшем только продолжать, мы чем можем, будем помогать, содействовать. Спасибо вам. На прием к Владимиру Волкову пришла жительница Люберец Анна Мороз. Ее муж погиб во время спецоперации в сентябре 2022 года. У Анны двое детей и до сих пор она не получала социальные выплаты. Помощь не оказали даже в военкомате. Я как семья погибшего обратилась в военкомат. В военкомате меня, так как муж погиб, получается, в Горловке, отправляли в военкомат в Горловку. И я два раза каталась в Горловку, с Горловки сюда. Я ездила, был съезд депутатов у нас в 28-й школе в Люберцах. И познакомилась с Мариной Владимировной, познакомилась, рассказала свою ситуацию. И сразу же в военкомате приняли мои документы. Направили от военкомата запрос в Горловку, плюс в комиссию, которая создана в ДНР и ЛНР, для постановления всех документов и понять вообще когда, что, где. Второй вопрос от жителя поселка Малаховка. Парковку на территории Академии физической культуры по улице Шоссейная сделали платной. Из-за чего не осталось места для стоянки машин с жителей. Это у нас шлагбаум, мгавка. Пришел новый ректор. Раньше парковка была бесплатной, потому что люди приезжали. Кто тренировался, кто учится, все. Абоненты они оплачивали, аренду как бы все. А теперь он сделал еще и парковку платную. Попробуем переубедить, чтобы она была бесплатной. Это уже даст определенный процент снятия напряженности с парковкой. На каждое обращение ответ жители получают здесь и сейчас. Личные встречи с главой городского округа Люберцы проходят ежемесячно. С графиком приемов можно ознакомиться на сайте местного отделения партии «Единая Россия». Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова